Здравствуйте, уважаемые подписчики! Дельфиниумы всегда были украшением сада, но в последнее время дельфиниумы переживают, ну, наверное, пик популярности. И очень много сортов, гибридов этих растений, особенно вот дельфиниум новозеландский. Ну, это очень красивое растение. И дельфиниумы можно вырастить самим из семян, но сажать будем рассадным способом. При посеве дельфиниума в грунт схожесть не очень хорошая. Мы посадим, чтобы уж надежно было, рассадным способом и рассаду мы будем выращивать в торфяных таблетках. Дельфиниумы, рассада дельфиниумов болеет черной ножкой, и поэтому торфяные таблетки будем не просто замачивать в воде, а замочим в воде, в которую добавим биофунгицид. Можно добавить фитоспорин, но вот на три таблетки фитоспорина будет много, и я буду замачивать в глиоклодине. Это также биофунгицид. Глиоклодин фасуется в таблетках. Глиоклодин очень удобно разводить в нужном количестве воды, нужное количество таблеток. Таблетки быстро растворяются. Ну и практически раствор готов к употреблению. Пока замачиваются таблетки, откроем пакет с дельфиниумом. Вообще вот в таких довольно-таки дорогих новозеландских гибридах много семян не бывает, и вот здесь в пакетике всего-то три семечки. Я бы не сказала, что семена очень мелкие, многие предлагают их сажать зубочисткой при помощи зубочистки, но они и так достаточно хорошо ухватятся руками, и я буду сажать их без зубочистки. Для того, чтобы семена дельфиниума проросли, нужен свет, и поэтому семена мы помещаем вот в эти отверстия и не заглубляем. Семена прорастают при температуре плюс 18 градусов. Если вы будете сажать дельфиниум в середине февраля, то обязательно будет нужна подсветка, потому что нужен длинный световой день. А вот если вы будете сажать в середине марта, то будет достаточно естественного освещения и подсветка будет не нужна. Конечно, вот эти таблетки сейчас я помещу в мини-тепличку для того, чтобы сохранить влажность субстрата. После того, как росточки взойдут, температура им нужна будет днем плюс 15 градусов, а ночью где-то 5-10 градусов. Поэтому я дельфиниум обычно сажаю в середине марта. Мне не нужна досветка, не буду я мучиться, а уже в середине марта довольно-таки хорошо светит солнце, и дельфиниум можно будет ставить на подоконник, а к концу марта, ну, конечно же, в зависимости от погоды, можно будет выставить и на лоджию. Обязательно подружитесь с таким прекрасным растением, как дельфиниум, и особенно новозеландский. Бывают высокорослые гибриды, бывают низкорослые гибриды. И я думаю, что дельфиниума на участке мало не бывает. Растение компактное, места занимает немного, а полюбоваться есть чем. Надеюсь, мои советы помогут вам вырастить хорошую рассаду дельфиниума. Ну, а у меня на сегодня все.